Сегодня особенный день для нашего коллектива. Ровно 15 лет назад началось регулярное вещание телеканала РЕН-ТВ Набережные Челны. 14 марта 2004 года в эфир вышло несколько выпусков новостей, которые тогда могли видеть далеко не все челнинцы. Однако спустя полтора десятка лет мы можем с гордостью сказать, что появление новой телекомпании стало событием для города, которое подтолкнуло к развитию всю отрасль телевещания Набережных Челнов. РЕН-ТВ стало основой для создания крупного холдинга СТВ-Медиа, который сегодня включает два телеканала и шесть радиостанций. Испоминая самые яркие события этих лет, мы благодарим за эти прекрасные годы вас, наши зрители. Городские новости с таким лицом челнинцы впервые увидели 14 марта 2004 года. В то знаменательное воскресенье произошло сразу несколько значимых событий. Страна выбирала президента. Как это происходило, запечатлели в своих первых выпусках новостей журналисты РЕН-ТВ Набережные Челны. И пока съёмочные группы работали на избирательных участках, в офисе телекомпании случился потоп. Но это только подстегнуло команду выйти в эфир, несмотря ни на что. Помогали убираться, монтировали сюжеты, выпуски. То есть было очень напряжно, было очень сложно, но было очень интересно и очень здорово. И мы всё сделали, всё успели. Выпуск вышел вовремя. И, конечно, это была победа. Победными были и следующие годы. На РЕН-ТВ Челны собралась настоящая команда профессионалов. Каждый старался привнести в общее дело что-то своё. Журналисты, редакторы, монтажёры и операторы стремились и стремятся быть первыми, лучшими. Не боясь попробовать то, чего в городе ещё не делали. Наш телеканал проводил прямые трансляции матчей футбольного клуба «КамАЗ». Именно наши камеры стали порталом прямых включений с гонки «Шёлковый путь». Делали общее дело. И самое главное, что никто не относился к своим обязанностям, как к обязанностям. Все жили этим, все горели этим, у всех горели глаза, всем было интересно и всем было не всё равно. За 15 лет в эфире РЕН-ТВ Набережной Челны вышел не один десяток интересных проектов, которые полюбились челнинцам. Серьёзное положение вещей, весёлые, рентабельные люди и программа, которая готовится с нашим постоянным партнёром – автогигантом «Вести КамАЗа». Чтобы вы не взяли какой-нибудь интерактивный проект, который проводится к определённой дате, к нашему событию, к нашему юбилею, мы стараемся вложить в каждый наш проект нашу душу. Каждый наш сотрудник работает только на наших телезрителей. Однако вещанием лишь в Автограде РЕН-ТВ Набережной Челны не ограничиваются. Материалы, подготовленные нами, выходят на республиканских и федеральных телеканалах, рассказывая о том, чем живут Набережные Челны. На протяжении всех этих лет наше сотрудничество было очень продуктивным. Я это хорошо помню все эти годы. От вас мы всегда получали интересные и качественные материалы. Ваша работа профессиональная. Информационная служба вашей компании очень близка не только по профессии, но и по духу нашему коллективу. Сейчас именно тот период, когда вы должны выйти на еще больший уровень и добиться еще больших успехов. И стать не то что лидирующим каналом в Закамском регионе, а во всем Татарстане. Работы РЕН-ТВ Набережной Челны не раз были отмечены на престижных федеральных и республиканских конкурсах. Дважды наши корреспонденты удостаивались высшей журналистской премии Татарстана – «Хрустальное перо». А многие вышедшие из стен компании «Таланты» сейчас трудятся в республиканских и федеральных СМИ. Но спустя 15 лет мы говорим, что все только начинается. Кристина Маматова, Любовь Захарова, Челны, 24.